Ибупрофен – эффективное и широко распространённое болеутоляющее средство, но популярность этого препарата привела к его повсеместному и не всегда правильному применению. Боль-то он, конечно, снимает, но есть у ибупрофена и обратная сторона. Сегодня мы расскажем о вреде этих популярных таблеток и случаях, когда их применять нельзя. Что такое ибупрофен? Это лекарство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, который призван решить три задачи – убрать боль различного происхождения, снять воспаление и снизить температуру. Поэтому сфера его применения достаточно широка. Во-первых, это различные заболевания суставов. К несчастью, в период обострения артрита или подагры без нестероидных препаратов обойтись крайне сложно. Ибупрофен – один из самых популярных и давно известных лекарств данной группы. Во-вторых, он помогает при головной и зубной боли. Единственный вид боли, при котором ибупрофен не применяют – это спазмы кишечника. Поскольку боль при заболеваниях суставов неразрывно связана с воспалением, то подавление воспалительных процессов также важно для достижения результата в борьбе с обострением болезни. А вместе с подавлением воспалительного процесса снижается до нормы и температура тела, что делает ибупрофен неплохим жаропонижающим средством. Вред ибупрофена Что же является проблемой приема этого лекарственного средства? Даже в инструкции к нему четко сказано, что принимать ибупрофен нужно как можно более коротким курсом. Также уточняется, что снимая симптомы при заболеваниях суставов, ибупрофен не может убрать причины болезни. Зато оказывает негативные воздействия на некоторые органы и процессы в нашем организме. Во-первых, он нефротоксичен. Длительное употребление ибупрофена может привести к снижению функции почек, а передозировка – к острой почечной недостаточности. Поэтому от приема этого препарата стоит воздержаться, если функция почек уже снижена и клиренс креатинина ниже 30 мл в минуту. Второе противопоказание – активные фазы заболеваний печени или хроническая недостаточность этого органа. В-третьих, ибупрофен вреден для желудочно-кишечного тракта. Его прием повышает риск возникновения гастрита и язвы, в результате чего может открыться желудочное кровотечение. Также ибупрофен негативно влияет на обострение язвенного колита и других воспалительных заболеваний кишечника. Четвертая опасность этого средства касается функционирования сердца. Ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, гипертония и повышенный уровень калия в крови требуют принимать ибупрофен с осторожностью, чтобы не усугубить ситуацию. Также стоит помнить о том, что он способен понижать уровень глюкозы в крови. Это нужно учитывать больным с сахарным диабетом. Шестая группа проблем, которые могут возникнуть в результате слишком частого или длительного приема ибупрофена – это ренит, крапивница и бронхиальные заболевания аллергической природы. Седьмая проблема, связанная с этим нестероидным средством, это снижение свертываемости крови и ухудшение течения анемии. На фоне таких проблем стоит применять ибупрофен только после консультации с врачом. Нельзя использовать лекарства при беременности и детям до 6 лет, а до 12 лет можно только в минимальной дозировке. Нам важно ваше здоровье. И мы понимаем, что сегодня непросто найти эффективные и безопасные методы лечения. Поэтому мы и создали этот канал. Поддержите нас, подпишитесь и комментируйте видео, чтобы как можно больше людей узнало о полезных рецептах оздоровления. Среди неочевидных опасностей ибупрофена, которые не указаны в инструкции, его негативное влияние на гормональный фон мужчин. Исследование датских ученых показало, что при употреблении ибупрофена в больших дозах снижается уровень тестостерона. И хотя при отмене препарата эта проблема исчезает, ученые подозревают, что при его длительном использовании ибупрофен может привести к необратимым последствиям репродуктивной системы мужчин. Взаимодействие с другими препаратами Помимо собственного вреда ибупрофена, стоит учитывать его влияние на прием других препаратов. Он увеличивает концентрацию в крови метатриксана, лития и дигоксина. Также ибупрофен повышает эффективность антикоагулянтов и фибринолитиков. При одновременном применении с глюкокортикостероидами, эстрогенами и сульфанилмочевиной ибупрофен повышает риск развития побочных эффектов. По этой же причине не стоит сочетать его с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, а циклоспорин, сефамонадол и имиелотоксические препараты усиливают поражение почек и печени. Наконец, стоит учитывать, что ибупрофен снижает эффективность некоторых мочегонных, гипотензивных и урикозурических препаратов. Подытоживая, стоит отметить, что все негативные стороны этого средства не отменяют его эффективность и необходимость применения при обострениях, суставных воспалений и сильных болях иного происхождения. Но делать это нужно с учетом всех рисков и непродолжительный период. А вы пользуетесь ибупрофеном? Расскажите о его пользе и вреде, который вы отметили на собственном опыте. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!